Это можно перевести в юмор. И я, говоря словами юмора, могу обратиться ко всем мужчинам Украины. Берите пример. С Леонида Макаровича, короче. Не филоньте, пожалуйста. Популяция в Украине имеет место быть. Детей нам, особенно хороших, умных и красивых, надо как можно больше. Нация должна укрепляться, развиваться. Вынесите ответственность и давайте нам побольше детей. Вот берите пример. Вот после этой вашей фразы, я думаю, к вам может обратиться очень много молодых, красивых женщин. Да. Ну, единственное, что я им отказывать не буду. Но я каждую предупрежу. Я не беру гарантии за то, что будет ребенок. Мне говорили, что медицина сегодня достигает таких вершин. Ну, я говорю, если через пипеточку, то это возможно. А если естественным путем, наверное, это трудно. Поэтому есть пределы человеческой возможности. А то, что, честно говоря, меня почему-то к этому привязывают, ну, наверное, ценят мои мужские качества. Во-первых. Во-вторых, верят, что я что-то могу сделать. И, в-третьих, они понимают, что я очень люблю детей. Очень люблю. И что, если, я уже говорил, что если бы передо мной стал вопрос террористов, освобождать детей, я бы пошел на переговоры с чертом, с дьяволом для того, чтобы освободить детей. Ну, наверное, вот это все вместе взято. И так выдвигает меня в ранг отца героя. Вы в президентском кругу с Ющенко и Кучмой вообще обсуждали эту тему? Ну, пока еще нет, я их не видел за это время. Но приезжайшая встреча, я им тоже скажу, слушайте, вы давайте не скрывайте за моей спиной. Давайте вы работаете, ребята. Нечего тут. Видите, какое положение. Молодежь почему-то проявляет слабость. Ничего не остается нам, старикам, работать. Спасибо.